рад видеть вас дорогие подписчики и новые зрители моего канала с вами михалыч ребята продолжаем цикл видео роликов с нижнего новгорода о печах отопительных и банных так называемых каменках еще раз напоминаю все ролики которые вы видите про печки предоставил мне леонид грошев руководитель печного центра дятловой горы все ссылки на его соцсети вы увидите внизу под видео в описании перед тем как приступить к просмотру прошу вас кто еще не подписался на мой канал сделать это прямо сейчас подписывайтесь и нажимайте колокольчик чтобы не пропустить выход нового видеоролика на моем канале пламя ну а я больше не буду затягивать сразу приглашаю вас к просмотру данного ролика поехали летает в космос корабли самолеты а печи наше все вот сегодня о них поговорим ну вот печь волжанка про который мы уже делали видео рассказывали но этой печи что-то не хватает а не хватает 8 килограмм чугунного счастья вот такой вот чугунной плиты рубцовского литейного комплекса примерно 8 килограмм весит и вот эта печь называется печь волжанка с плитой пироги попечь костер горит плита греет можно картошечку пожарить можно пироги испечь чай приготовить ведь электричество у нас на дачах иногда отключают да и с газом перебой нет все конечно будет хорошо и вообще отлично но печи навсегда сто лет назад 200 и в 21 веке тоже и так печь волжанка с плитой рассчитана примерно на 50 квадратных метров шикарно нагревается отлично неубиваемая конструкция печь двухконтурная шамотный сердечник внутри такая красивая керамическая облицовочка снаружи как мы ее частично собираем мы покажем дальше видео в данном случае печь собрана на сухую для чего для того чтобы мы ее могли через годик через два разобрать и посмотреть что же происходит с внутри с шамотным сердечником и может быть когда-нибудь это все дело покажем расскажем дымоход 150 миллиметров диаметр выходного патрубка вот сейчас печь топится мы видим потихонечку растет температура ябедник нам показывает черная стрелочка текущую температуру показывает когда температура начнет спадать красный останется своем месте а черное может быть больше покажет может быть меньше там посмотрим но мы уже ее топили здесь примерно 240 220 градусов в режиме уже когда печь выходит она такие температуры показывает упс узел прохода сэндвич трубы такое определенное утолщение который проходит через сквозь горючего деревянное перекрытие конструкцию про которую мы уже неоднократно рассказывали эта штука служит для чего для того чтобы труба вот в этом месте была холодной потому что сэндвич может как-то нагреваться а вот это будет всегда холодной ну а дальше в видео мы посмотрим вы посмотрите как мы ее частично собираем уже на раствор на глину все как по-настоящему и собирать печь мы начинаем вот с такой детали эта подложка она точно повторяет корпус внутреннего строения сам шамотной сердечника как установочная площадка для выставления геометрии и что самое интересное вот здесь отверстие это отверстие центр дымохода этой печи когда мы установим эту площадку мы всегда можем вывесить и определить спроецировать центр дымохода на наш потолок посмотреть не попали ли мы в балку стропильную так далее друзья еще хочу предупредить вас о подделке есть подделки проекта на барбекю есть дизайнеры которые выдают себя за печников они рисуют конструкцию и продают эти проекты в чем опасность приобретения такого проекта вы можете купить его собрать конструкцию и после того как вы собрали полностью барбекю вы обнаружите что вы его собрали но неправильно мягко выражаясь и вы попадете и на время и на деньги поэтому друзья я советую вам поинтересоваться у человека которого покупаете проект отзывы спросить поинтересоваться печник ли он пусть покажет хотя бы одного человека который сделал свое барбекю по его проекту еще также есть подделки так называемые подделки моего проекта здесь тоже можно попасть и вы купите проект двойным зубом соберете конструкция она оказывается подделкой поэтому друзья что надо делать звоните спрашивайте у человека должны слышать его голос видеть его работу то есть быть уверенным в в том что вся технология которую он продвигает своем проекте она рабочая и также попросить видео отзыв человека который уже собрал барбекю по этому проекту чтобы он показал в рабочем состоянии что тянет что работает что все very good как говорится поэтому ребята приобретение проекта это очень ответственный важный момент цена проекта это всего один два процента от общей стоимости конструкции но вы получаете именно настоящую технологию по которой вы соберете правильно работающий не дымящий мангал с первого раза я занесла нелегкая как отсюда как я залез вообще моё все и и и и и и Оставляем как равномерный зазор Этим самым мы облицовку выставили, геометрию И знаем, где у нас находится проекция центра дымохода Субтитры добавил DimaTorzok Давайте заглянем во внутрь Мы видим, что введем кладку на глиношамотную смесь Внутренней части шамотного наполнения топка формируется Уже начали формироваться каналы Вот здесь у нас нижняя прочесная дверка Ну и соответственно между керамической облицовкой и шамотной облицовкой базальтовый картон Сейчас сборку ведем по схеме Схема присутствует Она у нас есть в печатном виде На 54 страницах есть И в электронном виде на сайте Там можно посмотреть, ознакомиться Музыка 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 Как чистить печь Печь очень легко чистится У нас есть прочесные отверстия Вот одно Снимаем крышечку Вытаскиваем кирпич Да, нижние каналы будем чистить Вот через нижнее прочесное отверстие С другой стороны печи Также есть прочесная дверка Вытаскиваем кирпич И прочищаем печь Еще есть возможность снять крышку Убрать вату Вот мы видим шток шибера Убрать вату Снять кирпичи И также ее прочистить В общем, все сделано для того, чтобы Если вдруг что Печь была полностью ремонтопригодной Можно было легко почистить Ну, внешняя облицовочка Это у нас кирпич-чапецкий кирпич Он у нас Пилится На сухую Такие кирпичики получаются Все откалибровано Все просто Фасочки Все просто идеально И вот из целого кирпича 9 резов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 И плоскость 9 рез Каждый кирпич откалиброван И получается такая вот Аккуратная Которая собирается на герметик Внешняя облицовка И при бешеных нагревах Потом поставим кирпич При бешеных нагревах Таблицовка как А мы ее собираем на герметик Специально Жидкая резина Термостойкая Как гармонь Подрастянется Там на миллиметр На полмиллиметра Назад лемеха сойдутся Да, и вот так вот Она гуляет И тебе ни осыпания штукатурки Ничего Можно топить До 100 До 120 градусов И тогда она подтянет И 60, и 70, и 80 метров Вот Ну, а мы-то ее рекомендуем Там топить до 75 Эта рука еле терпит Ну, такая вот печечка Красавица Просто душа радуется Обзорное стекло Красивое Печь подовая Никаких колосников В ней нет А воздух Который для горения Он проникает вот здесь И через специальные Технологические отверстия По периметру дверки Выходит Поступает в топку Стекло при этом Остается чистым Не коптится Ничего И можно сидеть Любоваться огнем Когда здесь все прогорит Останутся угли У нас полноценная Стерильная духовка Получается Там можно готовить еду Не только на плите Но и здесь Что-то наподобие Мини-русской печи Так что, когда на даче У вас отключат электричество Или КамАЗ проедет И снесет газовую трубу Как было тут в одном поселке Четыре дня люди сидели без газа Золотые унитазы Все там разморозились И полопались Люди-то на Канарах были Вот То Затапливаем печь Будете с теплом С едой Все будет прекрасно Главное дровами запастись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok